Мономиф. В Мундусе конфликты и неравенства влекут за собой перемены, а перемена – самая священная из 11 сил. Перемена – это сила без цели и происхождения. Гнитр – это ритая, порядок. В двух словах, восхождение в мировоззрении людей Альдмери заключается в отношении смертного с божественным. Люди выбирают в себе непритязательную роль. Они были созданы бессмертными силами, а Альдмери считают, что боги произошли от них. Это мало о чем говорит, но это разграничение определяет и остальные расхождения в мифологиях. Все там рельские религии начинаются с одного. У истоков всего стоит дуализм Ану и его другого. Эти двойные силы известны под многими именами. Ану под Амай, Ану и Эль и Ситис. А Ак Эль, Сатак Ака Эль – есть нет. Ану Эль – это вечно невыразимый свет. Ситис – это разрушающее невыразимое действие. В середине находится серое «может быть» – Нир у Эльна Фекса. В большинстве культур Ану и Эль почитаются за роль, которую он сыграл в создании мира. Но Ситис уважаем куда больше, потому что он тот, кто вызывает реакцию. Ситис – изначальный создатель, сущность, создающая перемены и ничего кроме них. Даже историки признают существование этой стихии. Ану Эль также воспринимается как порядок в противоположность Ситису Хаосу. Может быть, для смертных проще представить себе переменой, чем статическую гармонию, но Ану Эль зачастую уводится на второй план, тогда как на первом неизменно возникает Ситис. В сказках Якуданов, которые считаются одними из наиболее четких в мире, Сатак соотносится только с пригоршней времен, тогда как Хум является преобладающей силой. В любом случае, от этих двух сущностей произошли Эд-Ада или изначальные духи. Для людей Эд-Ада – боги и демоны, для Альдмери – Аэдра-Дэдра или предки. Все Тамрельские пантеоны заполняются именно Эд-Ада, хотя непосредственный ассортимент может меняться в зависимости от культуры. Но в каждом из этих пантеонов наличиствуют архетипы бога-дракона и потерянного бога, иначе Ану и Подомай. Бог-дракон и потерянный бог Бог-дракон всегда связан со временем и обычно считается первым богом. Его часто называют Акатош – тот, кто поднялся из вечности и позволил быть дню. Он является главным божеством империи Сирогила. Исчезающий бог всегда связан с планом смертных и является ключевой фигурой в расхождении религии людей Эдмери. Термин «потерянный» относится либо к его отсутствию в пантеоне, еще один душевный кризис, который объясняется разными причинами, или к исчезновению его искры божьего гнева за счет других бессмертных. Его очень часто называют Лоркханом. И многочисленные эпитеты этого бога бывают хулительны и благочестивы. Надо заметить, что там рели-план смертных до сих пор не существует. Серая может быть, но все еще является площадкой для игр у изначальных духов. Некоторые из них привязаны к свету Ану, некоторые – к непостижимой бездне. Их постоянное движение и взаимодействие увеличивает их число. И чтобы сформироваться, их личностям нужно достаточно много времени. Когда формируется Акатош, начинается время. И некоторым духам становится проще осознать себя в качестве существ с прошлым и будущим. Появляются самые сильные узнаваемые духи. Мифала, Аркей, Ифр, Магнус, Руптга и т.д. Остальные духи остаются в виде концепций, идей или же эмоций. Один из самых сильных, я ли сформировавшийся импульс, который все остальные называют Ворханом, разрабатывает концепцию создания Мондуса, плана смертных. Люди, за исключением рингардов, рассматривают это как божественного милосердия, просветления, с помощью которого низшие существа могут достичь бессмертия. Альдмир, за исключением темных эльфов, распространяет это действие как жестокий обман, шутку, которая оборвала все их связи с духовным планом. Миф об Орбисе Книга «Мифический Орбис» под заголовком «Компенсация обсиджиков» являлась попыткой апологетов Артеома объяснить основу религии Альдмиров в Релю V в ранние славные годы его промления. Она тихо обходит стороной любые обвинения или предубеждения против концепции Лорхана, который все еще почитается в Сиройдиле под именем Шизара, пропавшего брата божественных. Несмотря на это, псиджики создали четкую картину верований древних, и это теперь послужит для наших целей. Эта версия из архивов Имперской Семинарии, текст взят из рукописных заметок неизвестного автора. Мифический Орбис существует, и он существовал сначала времен без меры, как причудливое странное измерение. Орбис должен быть связан с неизвестной пенумброй, серым может быть центром между есть-нет Анну и Подомая. Он содержит многочисленные измерения Эфириуса и Забвений Обливиона, а также другие, менее структуризированные формы. Магические эффекты мифического Орбиса длятся очень долго и обладают сложными жизнями, создавая структуру мифа. Существуют духи, сделанные из частей бессмертной полярности. Первым из них был Акатош, Дракон Времени, чье появление облегчило задачу других духов по воплощению. Боги и демоны формировались, деформировались и создавались снова. Наконец, магические сущности мифического Орбиса рассказали последнюю историю. Историю их собственной смерти. Для некоторых это была всего лишь художественная трансфигурация в единую форму, в немагическую субстанцию мира. Для других это была война, в которой были уничтожены все, а их тела стали частью субстанции мира. Еще для кого-то это означало романтический брак, счастливое отцовство или материнство. А духи родителей должны были умереть, чтобы освободить путь более успешным смертным расам. Вдохновителем этого общего решения был Лорхан, которого ранние мифы характеризуют как жулика и обманщика. Более благожелательные версии этой части истории утверждают, что Лорхан явился причиной появления плана смертных как такового. Волшебные сущности создали расы Орбиса, смертных по своему образу. Может быть аккуратно, как артисты или мастера, а может быть используя плодородный гниющий материал, из которого затем появляются люди, ну или по аналогии. Волшебные сущности затем умерли, став Эд-Адой. Эд-Ада – это субстанции, воспринимаемые смертными в качестве богов, духов или гения Форбиса. После своей смерти эти магические субстанции отделили себя в природе от других магических субстанций и странных измерений. В это же время были созданы Даэдра, которые являются духами и богами, более приспособленными к Обливиону. Либо их измерения находятся очень близко от бездны Подомая. Этот процесс является рассветом мифической, меритической эры. Он был воспринят смертными очень по-разному, как второе творение или, особенно у эльфов, болезненное от межевания от божественного. Вдохновителем этого события является Лорхан. Лорхан – это сущность, создатель, обманщик, испытатель, существует в каждой тамрельской мифической традиции. Его самое распространенное имя у альдмеров – Лорхан, или Думдрам. Он обманом убедил или сумел заставить изначальных духов создать план смертных, нарушая статус-кво, как когда-то его отец Подомай, который принес во вселенную нестабильность. После того, как мир материализуется, Лорхан отделяется от своего божественного центра, иногда невольно, и провоцирует создание от ада. Интерпретация этих событий в очень большой степени зависит от культуры. Ниже вы можете найти несколько примеров. Йокуда сатакал кожа мира. Сатак был первым змеем, змей, который пришел до, и все миры тогда покоились в мерцании его чешуи. Но он был таким большим, что кроме него не могло быть больше ничего. И хотя он сворачивался вокруг себя самого, и миры скользили через друг друга, не было места, чтобы хоть один из них мог вздохнуть или даже просто быть. И миры позвали что-нибудь, чтобы оно спасло и выпустило их. Но кроме первого змея не было больше ничего, и помощь пришла изнутри. Это был Акель, голодное чрево. Акель сделал так, что о нем знали, и сатак не мог больше не думать о том, что это такое. Это был лучший голод, поэтому он ел, ел и ел. Вскоре стало достаточно места для того, чтобы жить в мирах, и для того, чтобы начались вещи. Эти вещи были новыми и часто делали ошибки. Но у них раньше не было возможности потренироваться в бытии вещами. Так что большинство вещей закончились очень быстро. Либо они не были хорошими, либо перестали верить в себя. Некоторые вещи почти что начались, но они были съедены, потому что сатак как раз перешел к этой части своего тела. Это было жестокое время. Очень скоро Акель заставил сатака укусить собственное сердце. Это было концом всего. Голод, однако, никуда не делся, даже после смерти. И первый змей сбросил свою кожу, чтобы начать новую. Поскольку старый мир умер, начался сатакэль. И когда вещи поняли это, они также поняли, что нужно делать им. Они начали брать себе имена, такие как Руптга или Тувакка. И они бродили в поисках своего рода. Сатакэль продолжал есть себя. И самые сильные духи научились игнорировать цикл, двигаясь под странными углами. Они называли этот процесс прогулкой, способом шагать между кожами мира. Руптга был таким большим, что мог разместить на небе звезды, чтобы более слабые духи могли находить дорогу. Это стало так просто, что появилось место, называемое далекие берега. Время ожидания до следующей кожи. Руптга смог породить так много детей с помощью этих циклов, что стал известен под именем Большой Отец. Он продолжил вешать звезды, чтобы осветить бездну для других. Но прошло так много циклов, что появилось слишком много духов. Им всем невозможно было помочь. Он сделал себе помощника из предыдущих кож. И это был Сэп, или второй змей. В Сэпе осталось еще очень много от голодного чрева. Различные виды голода, доставшиеся от разных кож. Он был так голоден, что не мог размышлять. Иногда он просто ел духов, которым должен был помогать. Но Большой Отец всегда успевал достать их обратно. В конце концов, устав помогать Большому Отцу, Сэп пошел, собрал остатки старых кож и сделал из них шар. Обманом заставив духов помогать, пообещав им, что теперь они достигнут нового мира, который будет сделан из старого. Этим духам нравилась такая жизнь, поскольку она была проще. Больше никаких прыжков с места на место. Многие духи присоединились к Сэпу. Верить было приятно. Большой Отец только покачал головой. Очень скоро духи на шаре из кож начали умирать, потому что они находились слишком далеко от настоящего мира Сатакэля. И они обнаружили, что уже не могут спрыгнуть обратно на Дальние берега. Оставшиеся духи умоляли Большого Отца забрать их обратно. Но суровый Руптга не стал этого делать и сказал им, что теперь им придется искать новые способы идти по звездам к Дальним берегам. И если не получится, они должны жить в своих детях. А это уже совсем не то же самое. Однако Сэпа необходимо было наказать, поэтому Высокий Отец ударил змея большой палкой. Голод выпал из мертвого рта Сэпа и стал единственным, что осталось у второго змея. Пока весь остальной мир возвращался к хорошему, Сэп мог только метаться в своей мертвой коже или плавать по небу черной бездной и пытаться от бессилия есть звезды. Песня Шизара серодила. Шизара писал богам нечто совсем новое, как быть отцами и матерями, как быть ответственными и приносить огромные жертвы без всякого шанса на успех. Но Шизар говорил так прекрасно и уводил их за завесу тайны и слез. А хотя Эдра дали свободное рождение этому миру, зверям и существам, они делали их из частей себя. Это свободное рождение было очень болезненным и после него Аэдра были уже не молоды, не сильны и не так могущественны, как это было в начале времен. Некоторые Аэдра разочаровались и скорбели по своим утратам и гневались на Шизара и на своих созданий, потому что чувствовали, что Шизар солгал и одурачил их. Эти Аэдра, боги Альдмери под предводительством Ауриэля, пришли в ужас от своей слабости и от того, что они создали. Теперь все испорчено отныне и навсегда и единственное, что мы можем сделать, это научить эльфийский рас выдерживать страдания с достоинством, с честью и казнить себя за свою глупость и отомстить Шизару и его союзникам. Таковы боги эльфов, темные и задумчивые и таковы эльфы, разочарованные своим бессмертием. Всегда гордые и мужественные, несмотря на жестокость этого беспощадного и безразличного мира. Другие Аэдра посмотрели на свои творения и остались вполне довольны. Эти Аэдра, боги людей звериного народа, восхваляли и лелеяли своих созданий, смертные расы. Мы страдали и истощены, и это навсегда. Но смертный мир, который мы создали, великолепен. Он наполняет наши сердца и души надеждой. А давайте научим смертные расы хорошо жить, уважать красоту и доблесть, и любить друг друга, как мы любим их. Это боги людей, нежные и терпеливые. И это люди и звериный народ, великие сердцем, ибо наслаждаются страданиями своими и жаждут великой мудрости и лучшего мира. Когда адейдрические лорды услышали Шизара, они стали смеяться над ним и над остальными Аэдра. Отрезать части себя и терять их навсегда? Это глупо! Вы еще очень сильно пожалеете. Мы гораздо умнее вас, потому что мы создадим новый мир из себя самих. Но мы не будем его отрезать и не позволим ему издеваться над нами. Мы создадим этот мир внутри нас сами. Он будет навеки наш, и он будет под нашим полным контролем. Так, адейдрические лорды создали адейдрические измерения, и все виды меньших адейдра, больших и маленьких, и в большинстве своем адейдрические лорды были довольны этим, поскольку у них всегда под рукой были и последователи, и слуги, и игрушки. Но в то же самое время они иногда завистью смотрели на измерения смертных. Ведь хотя смертные были глупыми, и хилыми, и презренными, но их страсти и амбиции были более увлекательными и удивительными, чем кривляния младших таэдра. Поэтому адейдрические лорды соблазнили несколько особо увлекательных особей смертных рас, особенно страстных и могучих. Это доставило адейдрическим лордам особое удовольствие, поскольку они крали уши Зара и Аэдра самых великих амбициозных смертных. «Вы, дураки, не только искалечили себя», сладоратствовали адейдрические лорды, «вы даже не можете сохранить лучшие куски, которые предпочли силу и славу адейдрических лордов, ничтожной вульгарности рассыпающихся мозгов Аэдра». Альтмир и Сердца Мира. Ану осуществлял и осуществлял все вещи, так что он должен был знать сам, что создал Ануэля, его душу и душу всех вещей. Ануэль, как и все души, занимался самоотображением, и для этого ему нужно было менять свои формы, атрибуты и интеллекты. Итак, был рожден Ситис, который был суммой всех ограничений, который Ануэль использовал, чтобы обдумать себя. Ануэль, который был душой всех вещей, таким образом стал множеством вещей. И этим взаимодействием был и остается Орбис. Сначала Орбис был беспокойным, избивающим с толку, так что размышления Ануэля ни к чему не приводили. Тогда аспекты Орбиса попросили расписания, которому можно следовать, или процедур, во время которых они могли бы наслаждаться собой вне идеального знания. Итак, чтобы познать себя еще и с этой стороны, Ану создал Ауриэля, душу своей души. Ауриэль ввел в Орбис новую силу, называемую временем. Со временем различные аспекты Орбиса начали понимать свою природу и ограничения. Они взяли себе имена, такие как Магнус, или Мара, или Ксен. Один из них, Лорхан, был скорее пределом, нежели природа, поэтому он не мог долго существовать, где бы то ни было. Лорхан вошел в каждый аспект Ануэля и зародил идею, что все почти полностью базируется на ограничении. Он разработал план создания души для Орбиса, место, где аспекты аспектов смогут самоотображаться. У него было много последователей, даже Ауриэль, когда ему сказали, что он будет королем нового мира, согласился помочь Лорхану. И так они создали Мундус, где могли жить их аспекты, и стали Эд-Ада. Но это была лишь уловка. Лорхан знал, что в этом мире больше ограничений, чем их отсутствие. Поэтому он совсем не являлся вещью Ану. Мундус был домом Ситиса. Когда их аспекты начали умирать, многие Эд-Ада бесследно исчезли. Некоторые сбежали, как Магнус, поэтому в магии нет ограничений. Другие, как Ифр, трансформировались в Эльнофей, кости земли, чтобы весь мир не погиб. Некоторым пришлось жениться и завести детей, просто чтобы продолжить свой род. Каждое новое поколение было слабее предыдущего, и вскоре появились Альдмир. Воцарилась темнота. Лорхан создал армии самых слабых душ и назвал их людьми. И они несли Ситис в каждый уголок мира. Ауриэль молил Анну забрать их обратно, но он уже занял их места чем-то еще. Но его душа была добрее и дала Ауриэлю его луки щит, чтобы он смог спасти Альдмир от людских полчищ. Некоторые уже пали, как кимеры, которые слушали испортившихся от ада, а другие, как босмеры, испачкали линию времени, взяв себе человеческих жен. Ауриэль не смог спасти Атмару, старший лес, и он погиб. Их преследовали на юге и на востоке, до старого Эльнофея. И Лорхан был совсем рядом. Он порвал эту землю на множество других мелких земель. Наконец, Тринемаг, величайший рыцарь Ауриэля, победил Лорхана на глазах его армии и вынул его сердце. Он был уничтожен. Люди оттолкнули тело Лорхана и поклялись мстить потомкам Ауриэля во все времена. Но когда Тринемаг и Ауриэль попытались уничтожить сердце Лорхана, оно рассмеялось над ними. Оно сказало, это сердце, сердце мира, потому что было сделано для того, чтобы удовлетворить остальных. Тогда Ауриэль прикрепил сердце к стреле и запустил стрелу далеко в море, где ее не сможет найти ни один аспект нового мира.